и вот меняется в южную сторону ничего хорошего там не вижу потому что южная сторона это тепло это не обязательно хорошо вспомните как мне позавидовал жители краснодарского края что у меня солнышко ну как у меня солнышко уже заметили теперь фотография абрикоса из вашего сиренка сделан 13 апреля так на сегодня зеленят все лопасти все кроме яблони во время сведения было тепло иногда до 30 градусов пчелки смели работы на салу но если понедельник обещать небольшие заморозки ближайший вебинар постарайтесь рассказать есть ли на абрикосах зависть изгорожена скоро не так страшны заморозки как во время цветения на вопрос где она делается кстати вот это вот сейчас проспускаю немножко вот смотрите вот ее фотографии видите да сейчас на данный момент абрикос должен погибнуть цветы при минус 2 3 вот это уже выдержит 58 градусов но и вопросы продолжительности и заморозка так так что если 23 до минус 5 ваш урожай не пострадает так теперь груша прививка тоже ваши детки вы посмотрим сейчас на нее ниже подорогой себя вижу сергей писалом так почему меня очень волнует волочная вишня сейчас поймете чуть чуть ниже по моему саду пройдешься кругом привет от вас и броскова около 40 абрикосов растут из его косиками собственными ну чё прекрасную скорость как видите а вот моя специально раз выполнили бросковая гордо говорю посмотрите зацветает мои сеянцы посажены тоже 2015 году косточками такие они стали через что если на начатый год то есть пошел да если честно прошло три года ну допустим и месяц так три года и месяц и вот они засветают так засветает которая ближе к забору это тоже вот здесь там юг здесь запад вот запада бьют лучи и каждый лучик лишний отражается от доски и здесь микроклимат я вот замечаю не раз такое вот там прямо я их и так не садил специально я предел тут густо росли за забором уже мои рассуды по соседям распихал вот посмотрим кстати а то получится так же как у моего брата что соседа светит а брат которым подарил косточки не светит так вот значит вот там ближе к забору там микроклиматнее будет микроклиматнее поэтому тепловая подушка даже благодаря жидкому забору это я вам говорю вот эти зацветут вот они начинают свистину чуть позже вот этот момент отметим так теперь смотрим на фотографию значит сейчас вы будете приятно удивлены внимательно смотрите на эту фотографию так очень внимательно красота да смотрите внимательно ничего видите вот все это такое правильно вишня вот причем на этой вишни вы сюрприз ниже ждет а вот это смотрите я слава богу маленько разбираюсь я наполен украине с украины запада это черешня получилось внимание смотрим дальше ну это абрикос тут здорово так вот это вот у меня вот та самая волосы вишни вот холочная вишня да обратите внимание может она людмила может она уже действительно до того меня начитала что не подошла сихатором она должна была сделать то что сделала вся россия и сибирь то есть вот так до метра все поотрезать чертой матери да а потом ждать вы представляете что делать из вишня это дерево это не куст она не лезет там несколькими ветками из-под земли как правило у нее один штамп потом начинает правда очень низко низкий или почти отсутствует создает впечатление куста и вот тут как же дерево как оно посмело выбросить ветки да еще плавносящие уничтожить я всю жизнь буду с этим бороться это сколько мне стало жить дикость глупость невежество причем совсем уже льется садится с первого канала телевидения и сколько им говорить ты душу ассара угомоните этих самых неудобно обзываться вот и вот что получается сейчас я вам покажу окончание письма где-то на у меня ладно может быть я право вот это самое главное мне надо что придет текстом это было вот эти вот меня так хочется чтобы было сейчас а вот тут она это я вот тут посмотрел а это продолжение же письма я его проворонил но извините так как-то вас по моему как его все что привито абрикосы яблони груши сливы от вас вы касались темы о чудесах я расскажу на отводке местной вишни мама с мелкими не вкусными плодами привела ваши черенки вишни с генами черешни я посылал вишню и цветы были вишневые и эти листики были вишневые вот а как внедрил гены черешни помните как я назвал инфицирование дальше хохот в академическом зале не всегда когда мой новый термин окажется сейчас в это время хохот раздается что вы думаете выросли две красавицы в 5 метрах друг от друга в прошлом году завязались плоды крупные одинаковые а когда пришла пора вкусить плоды нашего труда оказалось что одна вкуснейшая вишня вы где вкусную вишню видели а во всей россии одна кислятина а другая еще вкуснее черешня внешне не отличить только после этого разглядела что листья то разные так вот что я вам скажу вишня черешня специалисты вот тут хохота в академическом зале не будет вот тут это 100 и 100 ученых скажет это черешня вот я высылал вишню вот я написал с генами через все кто хочет пусть разбирается кто хочет понимает это людмила я помню они несколько раз этот термин говорил я готов вас до смерти задушить в объятиях и поцелуях потому что мне нужны такие факты вот вы уже попробовали плодики а мне даже фотографии не прислали вот пожалуйста через два месяца вот здесь будут висеть прекрасные крупные плоды пока а бывает что опять превращается в вишню вот такой вот и опять будут и косы то есть это такое явление неустойчивое я однажды придумал термин что я не за вегетативную гибридизацию потому что вегетативные гибриды есть я не против вегетативной гибридизации ее нет вы заметите я сказал она есть она нет это как считает часть ученых так считает другая часть ученых а я говорю есть но в единственном экземпляре вот если взять с него теперь черешню веточку вот что вы получите во многих может быть дальше еще неизвестно кто доминирует почему потому что это черешня теперь это черешня с генами вишни прийти на вишню получите вот эту кто-то должен этой работой заниматься профессионально мы можем получить невероятно зимостойку сибирскую это сибири представляете и по листья почему нету ну ка в чем дело где больные листья вот вот так вот я это как бы задушить в обятих вот вы чудо вы мне так помогли это просто невероятно ну еще раз говорю как только в эту а у я это проходил как только в эту черешню настоящую вкуснейшим ягодами дальше на дикую вишню посадите на культурную бы еще ладно там еще шанс съесть 50 на 50 вот вегетативные гибриды в единственном числе вот он единственный на всю планету поняли ой не так сказал у меня что же есть такие единственные на всю эту европейскую россию так идем дальше ладно полюбовались 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 вот если вы не будете трогать у вас будет вишня а как а вы знаете что вишня посеречная самое вкусное это волочная вишня а потом уже культурная вишня идет вот эту волочную вишню мы не едим не а что вы разве можно есть мы ее жрем жрем прямо так вот срываешь горсть в рот напихиваешь жрешь костики выплеваешь или даже проглатываешь потому что хочешь потому что это витаминоз она первая поспевает вот у нас середине июля вас не знаю у вас нам еще в июне может поспеть прекрасно сходство есть есть теперь дальше пошло инфицирование но это уже отдельный разговор черешня ботнера а там еще написано мягкая сладкая твердая относительно ну пережившая конечно будет мягкая вот сладко абсолютно несъедобная это предел несъедобности то есть ей можно испытывать как поймали партизана килограмм скормили все расскажет вот до того она противная теперь значит это если чистая та которая из откуда я рассказывал то не удобно повторяться черешня ботнера немножко не туда текст вкрался ничего не написано у вас коли собственный подвой приводит еще что то какая она дерево растет или кустарником сладкое или ну сразу скажу что черешня ботнера как и любой черешня это не просто дерево это мощное дерево вот детстве я с ним знаком дерево настолько мощное что мы залазили на него утром связали вечером наевшись до упора дикой черешни она же сладкая то есть дикое но сладкое вот даже дикая ну то есть дико как они собственные плоды мелкие посмотрите на свои ногти даже не на большой ногой а посмотрите на самый маленький ноготь на руке и ничего сладко его распространять были детка где это украина где деревня жертного где я провел лучшие детские годы это возле владимир волыцкого так вот я немножко череши не туда тех ставил ну ничего и так на грушу полюбовались потом череши будет ниже слева уссурийская желтая на фото много на слева каких-то темно-крейших мятинок они годятся до компотов эти темные пятые не влияют на срок хранения и не только до варенья я бы мог проигноривать этот вопрос на деревьях уссурийская желтая абсолютно здоровые листья абсолютно здоровые плоды и никаких крапинок мятинок на них нет и быть их не едят черви их не едят не гусеницы не какие-то эти все страхи рассказывают абсолютно здоровая корни собственные деревья не мельчают то есть уже меньше не бывает а фотографию я показывал вот такой вы прицепились знаете почему дело в том что эта фотография для учебная только уже когда перезреют и начинает портиться вот это вот порча уже все рано или поздно где-то чуть-чуть накололась когда падала появилась мятинка больше больше начинает гниение вот это для это не фотография уже когда не кушать а заготовка косточек так что означает ваша кстати супер морозой к самой сладкой из моих китайского сурийский груш а раньше у нас все было много но все-таки постепенно как расправились деревьями как могли я когда-то вам показывал деревья свои посаженные в ямки с гниющими основаниями штампа пункте где один такой был так вот это вот важнейшая фраза меня спрашивает любом случае заказывать это я мол пишу колесе 5 10 20 больше чем рассчитывайте иметь дерево окончательно лучше заказать еще намного больше тогда можно ограничиться одной попыткой сэкономить годы да я продолжаю утверждать дело в том что мне не понравилось что уважаемые это с кем я сейчас разговариваю когда вы начали заказывать и вы сказали вот таких написали 4 вот таких 3 таких 5 дело в том что можно и 20 вот понимаете есть две крайности вот и тут получается то же самое смотрите я никогда ничего не скрываю если бы я сказал вас будет сто процентов вы заказали в общей сложности допустим 28 косточек и у вас ну ладно вы что же реалисты рассчитывайте ну хотя бы 20 или 18 или 21 дерево да и 28 то понятно на черта вам деньги выбрасывать у меня был случай зачем мне дает пришлите три косточки мне надо три дерева это нормально это люди вот он в эту чеку золотые руки он прекрасно только 3 3 получить даже у меня не получается у меня не всегда получается и чтобы вот я специально перед этим включил наш разговор письмо моего брата так взял поделился а еще будут письма ниже увидите надеюсь мы чуть ли не все лето с вами еще поговорим вы представляете что получается у одного он заказал скромно всего-то полсотни вы знаете что такое полсотни косточек это кто-то 1000 потратил кто-то 1250 рублей вот это не такие уж деньги я говорю еще раз я всегда сравнивать с водкой получается это самое десяток косточек распасованных с гора который сейчас уже просыпается да стоят дешевле бутылки водки да еще отравленные водки где вы купите их настоящую-то знаете что в стране творится вот а на это денег жалко и вот получается как человек мог бы рассчитывать что из 28 получит 18-21 но получается не так у одних под 100 процентов я вам кое-что покажу ниже а у других ноль и таких обязательно каждый год находится несколько человек я не отбиваю охоту а у вас будет но не обязательно но такое бывает бывает он не знает что он съели мыши они даже выкапывать и моют что мыши лютуют именно то есть самое время когда они всходят вот приехал разочек смотрит нету смотрит нету смотрит нету вот а там мыши ждут когда очередной росток появится вот и все а многие не ждут прям выкапывают это один из примеров барона выкапывают эти самые в общем и так далее и вот получается что ну допустим из 50 взошло 45 даже друзей нет родственников любовников кого еще там это братьев сестер и каждому по пять штучек вот это а потом будете выслушать ну тот же принцип как это подарила это самое это куплет и были помните подарила соседка соседу эту лотерейный билет он выиграл волгу она сошла с ума вот ну тут с ума вряд ли кто сойдет но что особенно то есть по сотни выйдет 40 разве то плохо а вот зайдет 3 уже деньги не потеряны зайдет 5 8 из пол сотни это уже сад то какой сад вы же видели фотографии ну что убедил вас что надо заказывать 5 10 20 раз больше почему потому что один раз потратить деньги еще раз говорю 5 10 зайдет из пол сотни это 5 10 процентов чем бы с ними с остальными ставить на второй год чем специально посмотрите вот это мой сад терапитомник качущий питомник чем заключается и вам советую видите мощные деревья а вы знаете что этим деревьям всего пошел третий год я посадил три два с половиной года назад я не преувеличиваю я уж про те самые огромные а как получилось а этот он же и вот эти пассажины пассажины а это как сейчас глоточек чая мой принцип помните он вошел народ лучше остается навсегда ладно подсадка следующий год снова это питомник потерпит омник но и что что получилось что рядом яблоко умудрилась еще и плодать а я всего третий год так это самая сливка но она не маленькая посреди она на самом-то деле вот такая вот такая выше 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 ну то есть она больше и на мою вытянутую руку это кажется что она маленькая вот это все абрикосы посажены были однолетними вот получается они обогнали понятно и вот почему между ними метр я что должен горевать теперь что между ними не 6 метров а до этого полтора метра а до этого еще до черта с ним ты мне головной боли то нет куда-то это самое что будет с ними завтра я в этом году не буду ничего с ними делать еще год еще год я даже знаю что будет потом я знаю что эти самые абрикосы задавит эту яблоку я успею несколько рожаев снять она себя оправдает как вы думаете это яблок родилась то из дикого привет привычки из леса бесплатно так я бывало ходил не песком тут же рядом за этим сам с мешком выкопают 5-7 штук аккуратненько принесу 8 заняться вещи поздней осени черенки свои никого не нанимаю и вот получилось так что я специально эту фотографию и пусть себя растут и не собираюсь не убирать и не пересаживать захотел бы пересадить давно пересадил годом раньше вот так вот все кто видимо не то что не понравился ну как сказать просто не хочется действительно вроде бы он должен не верить что надо брать 10-20 раз больше а верить не хочется ну теперь о чем-то убедил а потом я эту фотографию это только как узелок на память и вот это что главное это что придет зима она уже прошла кстати эти вот абрикосы засветают эти засветут не засветут ну скорее что засветут вот фотографии в прошлом году сделано сейчас нет семнадцатом году и вот значит и в общем семнадцатом его значит получится так что закалка как производится я специально вот это взрослая это молодежь вот это взрослая это молодежь вот кому надо тот сибири выживет а вот потом проходит время я специально подобрал после этого пройдет искрит и будет вот такая вот картина смотрите вот такая будет картина чего тут только нет пройти невозможно где-то приходилось то я же нижние ветки не отрезаю я же не дурак вот слушать этих вот на четвереньках же приходится вставать на четвереньки и проползать ну и что кому помешали сливы почему я должен уничтожить эти самые часть урожая своими руками наделать ран я вот успокоиться не могу что за черенки вы предлагаете каких деревьев это не лучше чем семная косика плане надежности какие на них цены но это отдельный разговор значит столько мы про это говорили давайте так прекрасно знаете что сегодня вебинар давайте мне письмо напоминание вы обещали высадь свои эти самые материалы специально я вышли статью про под названием черенок животворящий и так далее я только напомните и все вот потом членки заказываю вы спросили но мая извините спрашивать задавать такой вопрос когда я пришел они проснутся посылки я просто отказываюсь вам их высылать раз хотя они у меня в холодильнике лежат потому что потом ну опытный ты сейчас справился бы с ними вы вряд ли раз не знаете что такое теперь значит какие деревья лучше в россии понятно вот например завтра у меня мне еще не поздно уже просыпаются почки на подвойных априкосах вот на завтра я первый учебный день 3 последней ученицы которая пройдет полный курс завтра я буду учить привать я заставлю привать часть потом этих саженцев достанется ей а как же не жалко помните про попадополок забирай все деньги я еще нарисую вот я и так же скажу заберите саженцы я еще это наделаю и вот значит получается так 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 какие цены давайте вышлю эту как каталог на черенке там и фотография еще разжевана так но опоздали если было бы сейчас середина зимы я бы с удовольствием поговорил на эту тему так что у вас бы все это сразу руки зачесались привать вот вот это моя ученица которая завтра агроном по образованию высшее образование так она привезла два ножа я их тут же попробовал ее специально делал специалист они совершенно негодны как он сделал замечательный ножик заточен на обе стороны какие бы ни были тонкие как они были острые они средств не делают это так так слову в общем про черенки забыли до осени напишите я вам дам материалы выше парень картины чего нигде не указывайте какая высота взрослых поддого дерева будет у нас в обществе с этим вопросом дела обстоит серьезно бывали случаи что сосед на соседов суды обращался и суды обязывали выкорчевывать высокие деревья если они заслоняли соседям солнечный свет участки небольшие отступать положено я кстати первый раз вижу яблони груши 3 метра а если она 10 метров высотой все равно заслонит вишня слива 2 метра кустарники метра понятно если еще отступать на 10 метров вообще некуда садить будет и так я подобрал два момента 1 высота самих деревьев это очень важно согласно и насчет соседей у меня с ними сложились очень правительские отношения объясню почему во первых смотрите сюда а вы упоминаете тут ну средняя высота яблони но у меня получается ой я забыл у меня же есть несколько яблони гигантов а так тогда возникает вопрос а вы сможете вырастить они вырастут через 15-20 лет до 10 метров а вы помните мои фотографии яблони гигантов ладно я забыл я взял привел тогда по-хитрому вот это яблони произносит но это высота где-то метров пять-шесть это как бы моя среднестатистическая вот так теперь груши усилийская лукашевка сварок они все родственники все рослые вот что я сделал вот это вот груша у меня сварок так видите согласитесь что дерево немаленько ориентируйтесь не не мерил его ну вот метров восемь заболе больше раз вот лукашевка этого дерева больше нет неделю назад ведь и она была спирена несмотря на уникальный материал подвойный вот я потом другой раз покажу фотографию на месте растет учитывая что она раскинулась на огромную территорию растет несколько молодых посадок на холмах прививки новые это потом отдельный разговор отдельная тема как старого сада сделать новый обновить это это все будет проходить вот я просто чтобы ориентировались вот этого дерево 20 лет 22 можно вот теперь вот это вот упомянули уссурийскую грушу молодая уссурийская груша старым показывал заброшенца но там гиганты мне все время хочется что другое показать а показываю двойной целью впереди цветение так вот я просто повторюсь почему во первых показать что вот эта груша 10 лет она очень высокая а тут четыре роста таких как у даши это метров шесть-семь наверное может больше раз уже такая видите а это не привитая уссурийская груша теперь раз уже шел разговор еще раз повторюсь весна впереди многие говорят у меня одно дерево и каждый год не плодоносит ну что мне это конечно совет грубый конечно это совет такой варварский но вот то что у нее букет в руке а груша уссурийская родственника сварога вот сего родственника сварога взял цветущие ветки букет и тут прямо на столе оставили урожайчик был прилично очень прилично а беда в том что единственная груша рядом видится она культурная но на ней самой было всего штук десять двадцать хотя она нормальная груша когда на ней близится она кажется только крупная вот но груш было мало они друг друга пылять не стали отказались сами видеть нес это не партнеры половые так теперь еще вот это вот полюбуйтесь эту красавицу да это лукашевка вот рядом видите вот это небольшое дерево справа с красными плодами это нарядная фимова ориентируйтесь если трех метрах от забора все равно заслонится но тут есть в другом систем системы даст так и тут вы вначале вырастите такое потом ломаете голову а сейчас я главному подхожу ну нарядную фимова вот еще это дерево ориентируйтесь сам я решил давать размером метрах неблагодарное дело лучше увидеть включение линейку видеть перед глазами а вот такое чудо вот еще не все видишь и сибирская штаба вы спросили вот это такая она была 10 лет назад вот такая вот и дашка вот такой 10 вот ну сейчас это дерево по объему три раза выше моем фильме есть там один из фильмов там на грузовике можете стояли прям кузове и снимали впервые потому что все эти все эти годы жрали птицы не достать и сил не было сильно много их а тут на тебе да берите ради бога они сделали самое главное для меня они мне потом привезли все косточки представляете на тот момент это было три ведра вот и вот эти косточки они должны были стать основой нового садоводства уже европейская россия европейская а не сибирская но вы сами понимаете знаете это очистить отвлекусь когда ходил там девчонки выступал больше двух минут сказать не дали когда поняли что я приехал с критикой вот а остальное время курилки я это докурил слушал о чем разговаривали вот мне больше всего поразило выставка была фойе так под стеклом были да действительно такие даже не так там на тарелочках были вишни черешни вот одинокие две тарелочки моя и это байкалова с абрикосами вот самое интересное я стоял смотрел думаю сейчас кто-то подойдет спросит как так забыли как эти деревья то выглядят абрикосы да мы не знаем что это такое вот вы подскажите вот это может черенок а может веточку то есть сажа может быть хотя бы костиками поделитесь то все это вот ну тогда ладно столько лет может быть и не многие не слышали обо мне но кому надо слышали особенно когда микрофон отключали отказались показать фотографии роскошных плодов отказались просто сказали еще нет и вот получается так значит самое главное что я понял поразило европейскую науку на фоне уничтожения вишневых садов вообще о черешнях можно не мечтать о вишневых были вот я потом специально теме посвящу и убить то невозможно вы знаете что черешню эту как я говорил невозможно убить абрикос манджурский точно так же не можно убить эти самые вишни вообще невозможно а они убили это надо обладать высочайшим искусством убийства а еще есть такое понятие как палач да есть палач есть убийца вот палач он чем хорош это профессия он сделает так что убил казненный человек даже может боли не почувствовать или долго мучиться не будет быстро раз раз а убийца он еще может поиздеваться над жертвой например я в данном случае по деревьям и постепенно постепенно вывели вот эти абрикосы их толком и не было а вишню вывели вот это с любовью так я к чему это говорю стоят косточки ждут вот и вот то что ни один человек не поинтересовался вот я стою вот мои абрикосы вот уже ясно что это сам выступается да вот ведь это были он отзывы прессе по моему выступлению только не такие острые вот это страшно черешни боднера в общем вы видели верху был задан вопрос так вот откуда вот с этого дерева уточняю черемушки вот в прошлом году у меня не было урожая вот это черемушки это черемушкинские горы приведут на вишнюю сибирскую штабовую тоже держат прекрасно морозы но там несколько раз теплее вот вот этим икончиками я и торговал вот благословение хозяина так что тут все по-честному и я не скрывал чьи так теперь а то вопрос еще сливуши риска желтый это было абрикосового моросеяцев снова мажорца амур вот он значит это мой самый старый амур когда лето он кажется огромное дерево а зимой на как-то не смотрится пришлось специально его сфотографировать на самом-то деле он достаточно рослое но опять вопрос о размерах я брал черенок с поселка называется усадьба то было не просто большом не дата любительская фотография что было огромное дерево а мое вот такое огромное одно второе треть уже не получается огромное я не знаю как так получается что они получаются разные попробую скажи вам один одну цифру назвать невозможно самый высокий персик выглядит вот так почему видите граница как это вот это вот я рассказал это тепловая подушка да а выше обмерзает от северных мороз северных ветров все таки персик все таки ему создать условия надо раз я обнаглял что не укрываю все таки некоторая некоторая тепловая подушка существует особенно когда солнечный день и зимой и летом вот поэтому размеры ограничены вот таким образом абрикос манджурский вот он так выглядит сколько я снимал оно громадное дерево так не могу снять чтоб как бы сказать величественно это надо вот он с торца он два раза шире когда сбоку смотришь для чего я показал он сам себя выкопал холм я когда садил я понятия не имел о холмах мне такой гол не приходил это мы самое первое дерево вот ему где-то уже 33-34 и вот ну и может она больше она была одной или двух лет я даже не помню ткнул и смотрел что получится никакой моей заслуги нет холм она выкопала себя сама чтобы спасти вот это вот то что на покрытом холм это его защита севера вот величайшая невероятнейшая вот несколько десятков глупейших но глупая ладно сделал дурную работу ну и сделал никому она не помешала но когда уменьшает морозостойкость вот когда мох сдирают смывают щетками помните глупость невероятная для этого надо не иметь понятия что дерево почему нас с юга то нету есть данном случае с юго-запада нету а северо-восток есть ну думайте сами дереву заняться нечем почему с той стороны там ха нету ну когда вы перестанете учить людей не просто дурная работа а калечить дерево сдирая с него шубу вы сами бы вас шубу снять и на мороз а потом и в это время снять и говорит скажи что ты сделал глупость они долго теперь все а их сотни авторов которые учат сдирать этот мех мох заметьте я специально говорю мех тире мох мех мох вот когда вы себя мех снимете я бы вас держал бы на морозе пока мне сказали я скажу я сделал глупость я научил миллионы людей делать не просто глупую работу а смертельную и это пятнадцать или двадцать восьмая не самое еще страшное потому что ладно кто-то учит этим металлической щеткой помните фотографии журнала кто-то хотя бы с содовым раствором быть фух не могу успокоиться так вот это вот тимошка знакомого смотрите у меня есть пронумерован это семнадцатый год пятнадцатом году я посадил весной однолетний абрикоса вот так они выглядят это тот же питомник только то была фаса и тот профиль или наоборот тот же самый по тому же самому вот вот он кочущий питомник это что-то тут останется вот валочная вишня она останется навсегда я уже перепривил на те это самое в общем ладно это отдельный разговор потом когда пойдут что-то получится мы еще не год бы с вами изучать все это что на что привать теперь значит ну ладно скажу персик привил теперь теперь значит я за фотографию здесь для чего дело в том что размеры да за два года с половиной вот весна я купил этой весной поэтому я не мог раньше посадить их здесь картофельное поле было годом раньше но была хорошо удобрена сосед завозил не раз перед перегновей рассыпал картофелька у него была отменная то есть с одной стороны земля у меня препаршивейшая вообще в новом регене земля препаршивая у нас дожди пройдут грязи нет дожди идут грязи нет а то есть высокий процент песка но он ее удобрял и вот они у меня однолетки были посажены и видите как они выросли вот и а если их не остановить не будет вот такими это еще нет это сеянцы том же году еще не не цвели ни разу водом раньше я показывал цветы этого года они когда лиственные облицы больше это тоже за те же два с половиной года вот такие вот сеянцы бросково так теперь но этот снимок свеженькие тут как раз приехали покупать я хотел сказать представляете если вот этого но это ладно это явно двухлетка он обрезанную кровь на яблони а вот эти все те которые особенно абрикосы их сдерживает только горшок однолетки еле влазит потом корни это всюду торчат вот я про размеры ирга согласитесь даже ирга это чуть ли не кустарник это как бы сказать то он не считается высокоросым но даже он может вам это видите тень куда пошла двух метрах от забора растет все соседу уже из-за торги вас убить можно это дерево мой принцип помните это та самая единственное дерево жардель с украины привита на маджурицу вот тут вот самом низу как две ветки было да не до них не было это занимался чего островом вот и как бы было две почки так и почти две ветки я по идее должен был их еще раньше вот так выпрямить обе с помощью того же каната обвязать его потуже связать но не стал делать но слава богу рекордного рожая было 23 ведра вот и я только потом уже собрал господи да она же могла пополам развалиться и погибнуть я бы потерял такое чудо то обошлось слава богу так ну еще вот так выглядит не то чтобы старое 15-летнее дерево это слива венгерка так название получил под названием грация вот здесь прививка и вот такое дерево на большое вы когда зима размеры видно плохо ну довольно мощное росло дерево тоже опасно для соседей а вот то самое королевский абрикос вот это был мой единственный конфликт соседями почему единственный убедитесь при том что дерево не росло вот тут это дерево легло на крышу забора вот смотрите это один из моих старых снимков видите соседка поставила ультиматум она была очень старенькая мы с ней дружили вот нас часто мы только вдвоем были уже было за 80 она сказала ваши деревья от них гниет мой сарай видимо где-то вода попадала уже внутрь сарая видимо может потому что нечищены видите вот и она мне потребовала полностью была уничтожена у меня ветка серафима две привычки было и обрезан королевский и он начал угасать он и сейчас планы носит и все хуже и хуже вот это мой конфликт с соседями поэтому я вас понимаю а дальше самое интересное а дальше соседки у меня уже нет той смотрите это мой участок видели он туда свесилась смотрите на нее это поняли да скажите соседи вы же понимаете что надо иметь нормальный сад чтоб соседи стали его друзьями а это соседи вот еще раз это моё тут едва ли не больше да этот соседи это одно и то же дерево еще раз это моё это перелезло к соседям это перелезло к соседям много груш падает на их территории естественно что я не говорю что это мои груши и я скажу все что ваши падает вот еще сосед вот сливы падают соседи вот еще обижаться надо иметь такой сад чтобы вы поняли на мой намек прямой чтобы соседи стали друзьями вот это на территории соседок я забыл совсем помню то есть снимок где 10 ветер свесила с соседем еще есть такой снимок ну вот теперь решайте это или пусть соседи едят ваши груши если вы с ними дружите или действительно отступать внутри метра можно ли высадить на развод по лицу побегоносцу который можно высаживать персольные круги хорошо ли переносит зима без снежной зимы плохо переносит поэтому если как у меня есть такие зимы они переснежная зима кемеровской области иркутской если так то не заводите вымерзнет так у вас на сайте писал что вырастили морковку вечно из бутылку из семян купленных у хозяйки на рынке в Саногорске у вас не будет возможность поделиться с нами такой морковки эту я вспоминал вы знаете вот скоро выйдет книга моя называется записки зачарованного сибирского садовода то весь эта тема то я приехал на риск то не боится с на рисков сеногорска то что случилось тогда для меня блющи там буршок я не совсем высокой тупой я самого детства я начал помогать родителям семья военных но обязательно давали участок где бы мы не были мы обязательно садили морковку сверху картошку все прекрасно с тех пор и всю жизнь я во всех отпусках этим занимался вот я не белоручка и вот значит такого чуда я не видел действительно потому что то что я купил в 85 году весной когда я купил тогда еще дачу посадил это было чудо это было сказка это это были вот как покупал наверное ни одна не две может пятьдесят может сто бабушек на рынках майни чаровышек с иногорска варенка продавали кулечки с семенами всевозможными там было много кулечки это не вот те которые там откроешь там пять или десять штук вот цена как будто там сто штук так вот это было уникальная вещь действительно это были женщины потомственные сибирячки это мы были мигранты мы сюда приехали пускать завод пускать газ и вот они обладали вот таким уникальными семенами потом скажем годом становилось все меньше и эта популяция старушек исчезла замена не случилось и нет у меня никаких семян той морковки размером в бутылку и уже никогда не будет мы полностью перешли на семена которые если уж нам саженцы не ленятся привозить за тысячи километров вот а семена какие они может быть уже гмо геномедицированным мы не знаем страшно ребята картина творится вот я когда начал печататься еще они были первые мои публикации в крупной газете сибирская спазенда и второй садов садах сибири я начало где-то 2004 года еще тогда были я призывал надо спасать это надо спасать ведь уже тогда появились эти красивые этикетки это был ужас я с украины привозил вот таких уже упаковочки вот эти вот фирменные сходило мало никакое впечатление не произвели опоздали мы ребята это специально чтобы этим институтом занимались тогда у нас будет именно с эти морковка бутылку так в общем геннадий аркадьевич и любовь сергеевна я как мог ответил вам на ваши вопросы так вот эту фотографию разместил в отчаянии идет дикое страшное нескольких сайта несколько этих самых перекупщиков подчеркиваю мошеннических сайтов которые все еще предлагает вам это нарисованные фрукты нарисованные саженцы называют колновидными вот я не знаю как с этим бороться их мошенниками обзывали их мошенниками качалкин обзывал сейчас после смерти течины ведущий специалист по костским культурам что нет никаких слив колновидных я об этом твержу 20 лет вот качалкин она всю жизнь твердит об этом твердит андрей туманов журналист он же он же этот самый государственная дума он же главный редактор обзывает прямой мошенниками не идет к ним прокуратура не приезжает спецназ не кладет их мордой в землю чтобы сказать покажите одно единственное дерево помните то самое горшочек и ведро плодов весом там 5 10 килограмм на тоненькой вот на такой вот это вот даже рисовали не могли фантазии не хватило нарисовали абрикос нет персик назвали абрикос даже этого не знаю не видели они никогда то чем торгуют специалисты на сайте разместите виделись там не один и два звоню говорю где ваш этот самый мне нужен садовод то что вы нарисовали это если это правда это нобелевская премия где фамилия ивану петровсидор вот хозяйка отъехал вот так в общем нарисовал я меня обвинят сфотографировал я свой яблоню колновидную они бывают колновидские вот одна у них колновидное свойство постепенно разжижается видите я потом покажу другой пример вот видите они уже это он разжижается потому что у меня это очередное поколение давит на него подвой давит а подвой не влияет да опять хохот в академическом зале влияет и вот значит получается как тут плохо видно но тут замерзшая центральная почка верх верхушная и пошло-поехало где на колонне теперь я должен все это отрезать а зачем буду отрезать когда у меня урожай рекордный ладно я на всякий случай первый попавшийся возьму захочу вот так вот сделаю все у меня колонна есть готова колонна готова ладно возвращаю на место я так от скуки взял да не от скуки а до наглядности вот это можно сделать колонну вот это для меня это та самая фотография которая это не моем саду а в чернобаевом я стараюсь только в своем саду но это тоже мое с моей ветки выращенной он привел на абрикос взял испортил мой шорт венгерке представляете свет какой интересный стал да на абрикосе видели нету вегетативной гиблинации нету а как он сказал это научная кровь научный мир не поддерживает это так я к слову ну как знаете у меня большой недостаток он не мешает жить это порядочность как это трудно сколько бы я вам продал колонновидных сырьев тысячи рвали бы из рук а вот это вот с рынка мне прислали эту фотографию сказали есть все таки это колонновидная груша я смотрю глаза мне верю настолько короткий между и действительно колонновидная груша оказывается все таки есть она кто-то видимо павловская где ее только плоды ну 200 грамм конечно ворот что у нее будут плоды это на таком деревце не больше трех плодов тогда будет а на заднем плане колонновидная яблони ну что я скажу ну допустим появилась колонновидная груша для него по совершения на это вы знаете каких и же прививает давайте честному быть любая прививка сто раз говорил что двадцать первый раз повторяю это боковая ветка то есть почка почка берется вот здесь допустим получилось так получилось так колонновидку уничтожить невозможно обязательно нужно иметь боковые ветки которые идут на прививку ну то есть в маточном саду они должны быть боковые ветки ну взяли привили вот ровненькие получили красивенькие при желании это все получается и особенно когда прививка почка тут получается вообще ровненькие и все равно по отношению вертикальной побеги противоестественно а дальше или вы получите вот это вот так же как с яблонями у них морозок еще ниже угроз чем у яблон вот и в результате получим вот такой вот а дальше или это обычный карлик который вам не накормит вот я вам говорю помните мои гигантские деревья вот они просто кормят сколько пропадает урожай ну лучше пусть пропадает чем вот тут ждать больше трех яблочек груш а вот это вот я вам таких своих вот видите якобы раз два три четыре пять девять штук я вам таких веточек где там у меня десятка раз больше покажу еще больше то есть на фотографии проблем не бывает вот все это будет высажено тут и сколько то есть допустим десять или двадцать вот если двадцать деревьев дадут двадцать грушек они свечете прежде чем замерзнут тем более не забывайте что у них что это надо приватить еще наклоном и подвое то есть 20 деревьев дайте бог чтоб дал двадцать штук плодов вот это вот все война продолжается да я фильмах это есть но когда-то все закончил рассказывать про эти самые помните я говорю про обрезку буду кусочками вставлять по моему 30 вебинар этой фотографии не было кажется вот тут участок что я прикупил прекрасные урожаи давала моя соседа не подвел 80 граммовые огромные абрикосовые плоды фотографии видели вот ему помешала эта ветка вот когда я у него купил участок выглядело вот так оба ветки подносили прошел год еще ничего не чувствуете прошел год внимание вот вам цена вот этой вот обрезки долбаные я уж так прямо говорю долбаные обрезки теперь вот это собирается погибать конечно и дочь проживет вот теперь здесь пень я фотографию хотел сделать хотел тимошку посадить чтобы вспомнить простоквашину где он говорил пенечки то останутся чтобы бабушки садились больше ни на что не годятся вот здесь сейчас пенечек грустная тема отношение к деревьям варварское это я еще я же это везде где не суюсь везде вижу эту картину видели смотри сюда видели вот самое страшное когда вот эти вот дерево спасается согласно это груша да это не рак это не заразное но последствия вот этой обрезки а знаете почему отрезали забор мешал вот нет не так ветка забора мешала и дерево спасается а я должны вот это все уничтожить вот это вот вот никто на это внимание не обращает вот это самое обидное резать режет последствия не замечает вот еще у меня интересный яркий пример вам привожу похлевлю прикалываться это же мое дерево смотрите я его не гнул гнуть не собирался понимаете не собирался оно мне само согнуло вот но гнут специально вот что делает дерево оно растет как ничем не бывало его задача расти к солнцу к свету это нормально когда-то да низоведки могут отсыхать только не только дурак бы их то есть я бы не стал бы их отпиливать и не стал отпиливать помните судьбу того дерева тех деревьев зачем бы я вот это отпиливал а кому-то бы помешало и вот эти вот тоже а ведь это же новая крона я еще раз говорю друзья мои да кстати видите никаких разных кольцов нету вот здесь вот я отрезал а вот здесь вот смотрите побеги то есть если бы была страшная рана которая снижает мою растительность а здесь ветка которая смотрите на эту ветку у меня были причины теперь вот это вот наклонилась сама выражая сумасшедшие вот ну что же делать то она создала вот эту ветку здесь морозобоина страшнючая поняли к чему я клоню и когда вот здесь появилась морозобоина это еще не смерть вот тогда дерево дала вот эти побеги ну не отрезайте умоляю таким а представляете какая страшнейшая рана была вот мало мне вот эта рана вот эта нет вот просто удивительное дело главное на глазах миллионов ведь режут вот это убивает ну а режьте вы себя в саду да и покажите вот все эти специалисты покажите сад не могут показать все вот пожалуйста ну как можно видеть ведь уже на следующий год вот эти вот побеги плодоносят да вертикально кто когда-то сдуру назвал их жирующими вот пошла ветка вот она ну на ней уже плодовой почки я сколько глядел для меня жирующих веток вообще ни одной не нашел в жизни а любой вертикально назвали жирующих так это у меня просто уже стон вырывается Сергей П. Пасенко не знаю почему он в котором письме его как раз в Солеграде называют он наверное из патриотизма так я на вас полагаю доверяю знаю что вы человек благород ух ты благородный честный безвозмездно помогающий людям ага знаете я на вас деньги зарабатываю вы редкий наукальный садовод нашего времени все бывшие знаменитости получали признание после ухода из жизни пусть в вашем случае это будет при жизни нет все не так дело в том что при жизни мы человек получал и многие также получали признание а потом ура похоронили и забыли вот возьмите пример Байкалова так обидно было такой человек никому ничего не надо но это же не железов самоучка раз и как считает самозванец и выскочка два три проходимет четыре из уст ученых ну дело то в том что он же заслуженный агроном России его могли бы это самое его надо было чествовать при жизни его надо было обсыпать этими самыми премиями всем а сейчас где его эти кто занимается ведь открываешь его на это самое а там в большевых сайтах его эти названия то те же а фотографии то из этого из интернета значит вранье напишут что там его сорт название сорта вот представляете а фотографии из интернета я же их уже сотни раз запомнил прямо это память это значит все вранье 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 потому что вырасти вначале плоды получи а потом продавай саженцы а рассада нет все практически все плодопитомники друзья будьте осторожны ведь даже среди вас найдутся желающие что-нибудь купить дело в том что сколько я их пересмотрел нету маточных ну не может быть чтобы плодопитомник который размещает фотографии 2-3 плода часть из них мои имел маточный сад иначе зачем бы он же обязательно в виде фирмы снял как он ходит по саду как с любовью рассказывает нету же это что это это что это что это это Продолжение следует...